О главных новостях Украины и мира узнаете в подробностях. В студии Екатерина Лысенко. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Мемориальная скамья. Родственники погибших в результате крушения Боинга на Донбассе протестуют у посольства РФ. Что требуют? Без опыта и вне конкурса. Какие лазейки нашли ивано-франковские чиновники, чтобы попасть в высокие кабинеты? Беспилотник, без названия. Израильские конструкторы изобрели новый вид вооружения. Чем он уникален? Украинский журналист Станислав Асеев находится в плену у боевиков. Об этом на своей странице в Facebook сообщил экс-нардеп Югор Фирсов. По его словам, Асеева задержали представителей так называемого МГБ ДНР. Они сообщили матери журналиста, что его обвиняют в шпионаже. И разрешили ей увидеться с сыном. Теперь Станислав надеется только на обмен пленными, пишет Фирсов. Напомню, журналист писал из Донецка для украинских изданий под псевдонимом Станислав Васин. 2 июня он перестал выходить на связь. Все это время боевики не признавали, что причастны к его исчезновению. В зоне АТО боевики обстреляли из миномета в поселок Золотое Луганской области. Никто не погиб, но повреждены несколько жилых домов. А под Авдеевкой, пользуясь перемирием, противник активно укрепляет свои позиции. Из зоны боевых действий репортаж нашего военкора Ирина Баглай. Боевики снова подняли беспилотники над Авдеевкой, где щитом стоят украинские военные. По ним едва ли не онлайн ведут корректировку огня. Он улетел, посмотрел территорию и улетел, и после этого начинается. Наемники не только не отвели свои танки от линии соприкосновения, а наоборот, вопреки всем договоренностям, снова вывели их на огневые позиции. Сделать до 20 выстрелов по позициям армейцев, танки возвращаются в тыл противника. И уже ближе к ночи боевики открывают плотный огонь из гранатометов. Вчерашний обстрел боевики начали с банальной драки за водку на своей позиции, рассказывает командир. По утру наемники активно возводят новое укрепление, а вот армейцам приходится закапываться прямо под пулями. На малейшее движение или попытку выглянуть из-за укрытия, боевики реагируют вот таким огнем. Вот с такой стрельбы посреди дня и прекращается режим тишины на промзоне. Вот это щелчки, что это? О, это по нас против. Медики оценивают, хлебное перемирие по-своему радуются, когда не приходится выполнять свои прямые обязанности спасать раненых. Все сейчас нас стараются ходить даже в перемирии бронежилетей в каске, потому что в любой момент может открыть огонь. Работа есть завжди, нужно копаться, укрепляться. Огонь не открывать, придерживаться перемирия. Приказ, вопреки провокациям боевиков, пехота выполняет. Ирина Баклая, Андрей Костюк, Руслан Ревюк. Из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. Боевики объявили пограничной зоной Седова. Это подконтрольный им поселок на побережье Азовского моря. Вооруженные люди не пропустили туда миссию ОБСЕ. Международным контролерам заявили, что там теперь действует особый статус въезда и выезда. Как сообщают наблюдатели миссии в своем отчете, их машины останавливали дважды и в агрессивной форме требовали покинуть район. Виновных в катастрофе малазийского Боинга над Донбассом могут осудить заочно. Об этом заявила министр иностранных дел Австралии. Она призвала Москву начать сотрудничать со следствием. Того же требуют и родственники погибших. Накануне третьей годовщины трагедии они установили скамью ожидания перед посольством России в Нидерландах. Елена Абрамович продолжит. Это символическая скамья памяти. Родственники жертв катастрофы MH17 установили ее у посольства России сегодня утром. На лавочке табличка, где на английском языке указана дата трагедии. 17 июля 2014 года и количество погибших 298 человек. А по-русски написано «Человечность превыше политики». У стен посольства просидели час, потом передали письмо с требованием рассказать правду о происшествии. Увидеть суд над виновными. Вот чего добиваются родственники погибших. Международный трибунал стал бы для них самым приемлемым вариантом. Однако Москва против. Она заблокировала соответствующую резолюцию ООН еще в 2015 году. Теперь страны Международной следственной группы договорились о судебном процессе в рамках голландского законодательства. Однако и тут Россия сразу предупредила. Считает такой суд нелегитимным. Промежуточные итоги расследования свидетельствуют. Ракетную установку БУК, из которой был сбит Боинг, привезли из России. Стреляли с неподконтрольной Украине территории. Дело ведут государства, которые потеряли в катастрофе больше всего граждан. Нидерланды, Бельгия, Австралия и Малайзия. Украина содействует. Россию регулярно призывают к участию. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы привлечь виновных к ответственности. Возможно, потребуется заочный судебный процесс. Сообщалось, что некоторые свидетели были задержаны в России. Я настоятельно призываю России выполнить резолюцию Совета Безопасности и сделать все возможное, чтобы помочь привлечь этих людей к ответственности. Тем временем голландцы готовятся к годовщине трагедии. Именно эта страна понесла самые большие потери. 193 человека. В память о погибших высадили деревья под каждым табличка с именем. Надеюсь, родственники погибших это оценят. Важно, чтобы они знали, мы сочувствуем. Тут таблички и в некоторых местах вы можете увидеть, что погибли целые семьи. Это не может оставить тебя равнодушным. Официальное открытие парка с мемориалом запланировано на завтра, в третью годовщину трагедии. Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Стрельба средь бела дня. Накануне в Житомирской области двое мужчин на мотоцикле расстреляли местного бизнесмена. Пострадавший находится в реанимации. Установлено, что он предприниматель и активист местной ячейки одной из политпартий. По предварительному заключению специалистов, нападавшие стреляли из револьвера типа Флабер. Кем были они и с чем связано покушение? Ответы на эти вопросы мы пытались получить у местной полиции. Но их комментарии очень скупы. Человека было госпитализовано до реанимационного отделения. Видно оперативное встречание. Полиция проводит следующее расширковое заходы для установления оси нападников и их затримания. В Лисичанске бастуют горняки. На шахте имени Капустина в Лонгадской области 54 человека вторые сутки не поднимаются на поверхность. Остальные отказываются спускаться. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. По его словам, за три года шахтерам задолжали 150 миллионов гривен. Это три месячных зарплатных фонда. Семьи горняков собираются завтра на акцию протеста, написал Волынец. Рабочие других государственных шахт, где также не платят зарплаты, обещают присоединиться. Министр энергетики и угля находится в отпуске. Первый заместитель министра, который отвечает за войну промышленность в отпуске. Некому сегодня решать вопросы шахтеров, некому заниматься. Очевидно, шахтерам еще придется посидеть под землей. Карьерный трамплин госслужащих Ивана Франковского гурсовета уличили в том, что многие получили свои должности, имея весьма сомнительный опыт. Как именно им удалось попасть на работу в мэрию, расскажут наши корреспонденты. Патронатная служба – особый отдел в Ивано-Франковском гурсовете. И не только потому, что расположен рядом с кабинетом мэра. Несмотря на небольшой штат, всего 8 человек, за полтора года здесь успели поработать около 70. Такая вот кузница кадров. Это ее руководитель Виктория Дротянко. Я вам сказала, она заважает, и мы не прокомментируем. Чтобы расспросить о специфике работы подразделения, съемочная группа подробностей ждала чиновницу у кабинета несколько часов. Я же вам сказала, канал «Интер» не комментирует. Причины на это у Виктории Дротянко действительно есть. Недавно подробности рассказали, как при скромном служебном окладе чиновница за год сумела приобрести дорогую недвижимость, офисное помещение в центре города и двухкомнатную квартиру. И хотя пообщаться с Дротянко нам не удалось, объяснение безумной популярности патронатной службы мы все же нашли. В законодательстве. Оказывается, это единственный орган, куда попасть на работу можно без конкурса и отбора. Всех принимает и увольняет лично городской голова. И основное, несколько недель пребывания здесь позволяют потом попасть вне конкурса на любую другую должность. Активисты рассказывают, патронатная служба стала так называемой транзитной зоной, откуда стажеров переводят на должности директоров департаментов и управлений. И они проходят через институты стажирования патронатной службы. То есть, неделю-два стажируются и без всякого конкурса предназначаются керовать жизнью города. И по таких ключевых направлениях. Карьерным трамплином стала эта служба и для директора департамента градостроительства и архитектуры. Но рассказать, чему успел научиться за две недели, Дмитрий Нижник не хочет. Вы возвращаетесь за комментарием, что я не могу комментовать. Это решение, это не мой личный. Это решение, в данном случае, кто принимал такие решения. Впрочем, утверждать, что в Ивано-Франковске горсовет назначает сотрудников исключительно без отбора тоже нельзя. За полтора года на конкурсной основе были назначены 30 человек. Правда, среди них нет ни одного начальника или директора. Ольга Иванченко, Жанна Дучак. Подробности телеканал Интер. Ивано-Франковск. Пожар в центре Львова. Сегодня днем неподалеку от оперного театра, это туристический центр города, загорелся жилой дом. Здание трехэтажное. На первом этаже ювелирный магазин. На втором и третьем квартиры. Некоторые из них сдают посуточно туристам. Верхние этажи и крыша выгорели полностью. Пожар тушили более двух часов. Спасателям даже пришлось разбирать кровлю. Пострадавших среди жильцов нет. А вот один из пожарных попал в больницу с подозрением на тепловой удар, сообщили в госслужбе по чрезвычайным ситуациям. Что могло спровоцировать возгорание, пока неизвестно. Серьезная авария на трассе Львов-Тернополь. Трое погибших и трое раненых. На дороге не разменулись два автомобиля Рено и Део. Авария произошла в 6 утра. Тела погибших пришлось вырезать из покореженных авто. Об этом рассказали в областном управлении госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Причины ДТП выясняют. А в Турции перевернулся автобус с детьми из Грузии. Участниками ансамбля Лампари. 36 человек получили травмы. ДТП произошло на трассе рядом с городом Гересон. У автобуса лопнуло колесо и он сначала врезался на большой скорости в столб, а затем опрокинулся. Водитель автобуса утверждает, что пытался обогнать машину, которая выскочила ему навстречу. По Франции прокатилась волна беспорядков. В день взятия Бастилии хулиганы сожгли около 900 автомобилей. В Париже и Севране развернулись ожесточенные столкновения с полицией. В результате 13 правоохранителей получили ранения. Министерство внутренних дел страны заявили, что более серьезных последствий удалось избежать благодаря действиям полицейских. Задержаны более 350 человек. Точечная ликвидация. Израильская армия принимает на вооружение новый вид беспилотников. Они позволяют уничтожать террористов в городе без бомбардировок и жертв среди мирного населения. Подробнее о достижениях израильских конструкторов расскажет Сергей Услендер. Выглядит новое изобретение как обычный дрон. Актокоптер, если 8 несущих винтов, или квадрокоптер, если 4. Такие сейчас повсеместно используются для разнообразных нужд, но израильские оружейники совместно с американскими коллегами сумели приспособить его для военных целей. Они сделали специальные крепления, чтобы на беспилотник можно было устанавливать стрелковое оружие. Например, пулемет, или легкий гранатомет, или даже пистолет. И наладили систему стабилизации, чтобы компенсировать отдачу от стрельбы. Такая машина идеально подходит для точечных ликвидаций, особенно в условиях города. Израиль вновь подтвердил свое лидерство в области разработки и использования беспилотных систем, особенно в военных целях. Теперь в армии еврейского государства беспилотники обязательны уже на уровне роты. Таким образом, армия реализует концепцию, согласно которой военные должны как можно меньше вступать в непосредственный контакт с противником. Командир роты может запустить беспилотник, у него есть группа, которая занимается этим, и увидеть то, что мы говорим, то, что находится за углом, за углом, за холмом, или даже в некоторых случаях при определенных системах технологических, можно увидеть, что есть и в комнатах тоже. Собственно, новый беспилотник, названия, кстати, у него пока еще нет, как раз из семейства именно малых систем. Конечно, ликвидировать террористов при помощи дронов идея не новая. Те же американцы в Афганистане охотились за главарями Аль-Каиды при помощи своих хищников еще 20 лет назад. Но это были большие машины с тяжелым вооружением, как правило, управляемыми ракетами. Новая система, оснащенная, например, пулеметом или автоматической винтовкой, повышает, как говорят военные, избирательность поражения. То есть для того, чтобы застрелить одного боевика, не нужно сносить целый квартал или деревню. Это особенно важно в условиях именно Ближнего Востока, где в городах густая и хаотичная застройка, и, как правило, вокруг очень много мирных жителей. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро, телеканала Интер. А вот украинские военные инженеры вместо новых разработок заняты борьбой с рейдерами. Инженерная группа Ареи готовит изгубританский суд из-за захвата своего промышленного цеха. Об этом написал военный эксперт Сергей Сгурец. По его словам, Ареи выкупил долги и контрольный пакет акций столичного завода АТЭК. Имея долгосрочный договор аренды, завез туда оборудование. Но 8 месяцев назад цех захватили рейдеры. Испытание бронемашины ГИКОН и разработку тяжелой БМП пришлось остановить, поскольку вместе с заводом рейдеры захватили оборудование компании и технику Минобороны. СБУ открыло уголовное производство, но это никак не мешает разграблению предприятия, заявляют в Ареи. И предупреждают, что не смогут выполнить госзаказ. Кто мешает работе и как ситуацию комментируют в силовых структурах, обо всем этом попытаемся разузнать и рассказать вам завтра в выпуске подробностей. В США ввели в строй новейший ракетный эсминец Джон Финн. Торжественная церемония по этому поводу состоялась на военно-морской базе Парль-Харбор. В Пентагоне уверены, появление нового корабля в Азиатско-Тихоокеанском регионе станет сигналом для союзников и противников США о готовности Америки защитить свои интересы в случае необходимости. В Германии не стоит повышать расходы на оборону, вопреки требованиям НАТО. Так считает кандидат на пост немецкого канцлера Мартин Шульц. Сегодня лидер социал-демократов представил свою предвыборную программу. Избирателям он обещает решить проблемы беженцев и способствовать укреплению Евросоюза. Наш долг инвестировать в образование, а также в улицы и мосты, чтобы поезд прибыл вовремя и мы не стояли в пробке, чтобы мы могли идти в ногу со временем во время цифровых преобразований. Поэтому мы будем разрабатывать технологии, а также бороться с безработицей. Напомню, выборы в Бундестаг, по результатам которых будет назван новый глава правительства, состоятся 24 сентября. Именно Мартин Шульц, главный конкурент Ангелы Меркель. По последним опросам, за Меркель готовы проголосовать около 40% избирателей, за Шульца – 33%. А вот рейтинг Дональда Трампа упал до рекордно низкого уровня. Итогами его работы довольны всего 36% граждан. Это самый низкий показатель среди всех президентов за последние 70 лет. Не добавляет популярности Трампу и его противостояние с масс-медиа. Так, накануне он заявил, что не приедет в Британию, пока местные журналисты не перестанут его критиковать. Об этом пишет британский таблоид «The Sun». По информации издания, американский президент даже просил премьера Таразумей повлиять на прессу. Но та ответила, что не может указывать журналистам. А сегодня в Британии внимание СМИ приковано к Уимблдону. Здесь завершился знаменитый теннисный чемпионат. И в этом году силовики следили за ним, пожалуй, пристальнее, чем журналисты. За полтора столетия такие меры безопасности предприняты тут впервые. Светлана Чернецкая из Лондона. Клубника со сливками – официальный вкус Уимблдона. За этим лакомством всегда очереди. Организаторы уверяют, ягоды доставляют прямо с грядки. И со времени сбора проходит не более суток. За две недели турнира здесь съедают 150 тысяч порций этого десерта. Мы даже исследования проверили, что для наших гостей поход на Уимблдон – это не только теннис, но и удовольствие от всей атмосферы. И клубника со сливками – это ключевой момент. Это лакомство – часть традиции. От обычаев здесь не отказываются. Уимблдон – единственный из турниров большого шлема, где остались верны травяному покрытию. Хотя оно самое непредсказуемое и сложное. И обычно именно его спортсмены винят в своих неудачах. Впрочем, в этом году нареканий почти не было. Ухаживать за кортом очень сложно. Во-первых, потому что по большей части все зависит от погоды. Я, бывает, ночами просыпаюсь и читаю, какой будет прогноз. Для травы идеально, когда не слишком жарко, но и не холодно. В идеале, чтобы прошел небольшой дождь. Дождь – это еще один неотъемлемый атрибут Вимблдона. Он часто вносит свои коррективы в игру, прерывая матчи на часы и даже дни. Ну а к традициям турнира в этом году добавили еще одну – вооруженных до зубов полицейских. Также сотни офицеров в штатском дежурят в толпе. Меры предосторожности здесь беспрецедентные, что неудивительно в свете последних терактов. Впервые за 140-летнюю историю Вимблдона все дороги переграждены специальными блоками, чтобы предотвратить наезд машин на пешеходов. Систему безопасности пересмотрели, когда узнали, что в охрану Вимблдона пытался устроиться один из террористов, напавших на людей на Лондонском мосту месяц назад. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности – Британское бюро телеканала «Интер». Лишить в Катар право на проведение чемпионата мира по футболу – этого требует от FIFA шесть арабских государств. Все они полтора месяца назад разорвали с Катаром дипломатические отношения. По их мнению, эта страна не сможет гарантировать безопасность болельщиков, поскольку сама является базой террористов. Если FIFA не пойдет навстречу, страны грозят бойкотировать турнир. Напомню, чемпионат мира по футболу должен состояться в Катаре в 2022 году. Почему лондонское метро осталось без леди и джентльменов? Сколько дают за самый красивый мотоцикл? И как стать звездой интернета в 70? Об этом и не только в нашем международном обзоре. Уругвай станет первой страной, где полностью легализируют марихуану. То есть разрешат ее выращивать, продавать и употреблять. Купить коноплю в аптеке можно будет уже в эту среду. И это будет дешевле, чем у нелегальных дилеров. Вот только установлен лимит – не более 10 грамм в неделю. И только для местных жителей. Желающих купить марихуану зарегистрировалось уже более 5 тысяч. В Таиланде гоняли на буйволах, запряженных плугами. Такое ежегодное развлечение устраивают для себя местные фермеры во время перерыва между посевными. Рассказывают, что в наши дни буйволов все меньше загружают работой в поле. Для этого истракторы. Вот и тренируют их именно для буйволиных бегов. И за таких гонах подскочила и рыночная цена животных. Ведь с их помощью теперь легко можно заработать. Французские Альпы наполнились многотысячным ревом Харлеев. На востоке страны провели крупнейший мотофестиваль под эгидой Харли Дэвидсон. В горы вблизи курорта Жерарме прибыли тысячи байкеров. Мотопробег по городу стал обязательным условием для участия в конкурсе на самый красивый мотоцикл. Приз 10 тысяч евро. Хотя сами участники уверяют, садятся на любимый байк не из-за денег, а чтобы снова почувствовать себя молодыми. В лондонском метро больше не будут обращаться к пассажирам леди и джентльмены. Отныне все текстовые и аудиосообщения гендерно-нейтральные. Например, «Доброе утро всем». На такой шаг руководство подземки пошло после продолжительной кампании активистов, в том числе и ЛГБТ. Те настаивали леди и джентльмены, хоть и вежливое, но все же устаревшее обращение. А лондонское метро должно идти в логу со временем и уважать всех своих пассажиров. Звездой Ютуба стала 70-летняя Пак Макрю из Южной Кореи. Началось с того, что ее внучка решила записать видео с бабушкой на память и выложила его в интернет. На нем бабушка делала макияж, копируя стили мировых звезд. Необычный ютубер сразу же пришелся по душе пользователям. Теперь у нее сотни тысяч подписчиков, а некоторые ролики достигают двух миллионов просмотров. Необычную идею для бизнеса придумал закарпатский предприниматель. У него ферма, но необычная. Разводит он здесь улиток. Продолжат наши корреспонденты. Эта ферма улиток не где-нибудь во Франции, а в закарпатском селе Нижнее Селище. Михаил ездил за границу на заработки. Когда надоело, решил заняться бизнесом дома. Надо поднимать в Украину. Это интересно. Народ такого не видел, не видел, не кушетовал. Свиньи выращивают в каждом селе, в каждом подверье. Это тоже звичная справа не только для Закарпатта, а для Украины в целом. Равлики, ну... Поначалу местные жители не верили в идею, что ферма улиток может стать прибыльным бизнесом. Мол, это все не диковинка. У нас есть техравлики, которые без них, что их разводят. На городах разводится так много, что все едят подряд, что садим капусту, цибулю. Михаил разводит породистую улитку. У нее мягкое мясо. И она за 10 месяцев достигает размеров, до которых в дикой улитке нужно расти минимум 3 года. За сезон можно собрать урожай до 10 тысяч килограммов. Компаньоны у него нашлись. Под ферму отвели 30 соток земли. Их тут в зиму уже не будет. Они уже в зиму будут где-то, або в Франции, або в Италии. Их там уже будет кушать в зиму. На территории фермы высадили специальную траву для корма. Особых условий моллюски не требуют. Главное, чтобы было влажно и темно. Для этого установили систему орошения и вот такие деревянные доски. Вот я стою сейчас на даху их коммунальных. Тут и с этими щитами они ховаются от солнца, от дневной жары. Хотя в ферме всего несколько месяцев, о ней уже знают туристы. Здесь им охотно рассказывают о тонкостях разведения улиток, в пользе их мяса, богатого белком, и об их слезе с омолаживающим протеином, который используют в косметологии. Это маленький или маленький? Нет, это маленький. В ежу вживается только вот эта нижняя часть, эта нога их. Туристам уже предлагают попробовать улитку. Это рецепт мы придумали сами, по-закарпатски мы его назвали. Тут входит местный сыр, также входит свежий творог, специальные специи, грецкий горько, масло сливочное, ну и, звичайно, мясо равлика. Ой, ну, Боже, поможи, не дуже выглядит, ну ладно. Ничего, вкусно. По плотности, как кальмар. По вкусу, как курица, может быть, со специями. Впрочем, у фермеров грандиозные перспективы, свою главную ставку они делают на продажу своей продукции за границу. Анна Каменева, Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности, телеканал Интер, Закарпатская область. Это все новости на сегодня. За развитием событий следите на нашем сайте, подробности.ua. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин